Новый закон Минюста запретит списывать социальные выплаты за долги. Самая дорогая школа в России. Питерский Хогвартс за 5 миллиардов рублей и никакой магии. Рис захлебнуться в мусоре все ближе к мусорной коллапсу. Вы на канале Свежак, с вами как всегда Чернокнижный с интересным обзором новостей России и мира. Не забудь поставить лайк, ударить в колокол и подписаться, чтобы не пропускать интересные новости России. ПОНЕСЛАСЬ! Как всегда, начинаем с рубрики «Позитивные новости». Так как для нас эмпатия, это не просто слова, поэтому давайте порадуемся за Байдена. Да, вам не послышалось. Байден так вымотался от всей происходящей ситуации, что уснул на встрече с премьер-министром Израиля. Можно порадоваться за Байдена, он хотя бы выспался и теперь может с новыми силами вести новые переговоры. Сдент США сложил руки на животе, склонил голову и закрыл глаза. Увидев это израильский премьер, перестал смотреть на американского лидера и начал обращаться к публике. Кстати, хорошая модель риторики. На одной встрече спишь, а на другой бодрствуешь. Для его 78 лет он держится молодцом, хоть иногда, конечно, и случаются небольшие факапочки. Кстати, пока Байден спит, Рогозин жалуется, что государство жадничает. Что государство жадничает. Советскому космосу никто не ставил границ финансирования. Сколько тебе нужно, столько и бери. Надеюсь, мольбы Рогозина будут услышаны и Ларец откроет свои дверцы. В Минюсте России готовят закон, который запретит списывать социальные выплаты граждан за долги. Вместе с министерствами над ним работают заинтересованные органы, пишет Интерфакс. В ближайшее время будет подготовлен проект федерального закона, предусматривающий невозможность обращения взыскания на выплаты, имеющие статус социальной поддержки. Заявил первый зам главы ведомства Евгений Забарчук. Федеральные службы судебных приставов, Пенсионный фонд РФ и Банк России уведомлены об адресной направленности указанных выплат и безусловном исполнении требований законодательства, уточнил Забарчук. В настоящее время федеральным законом об исполнительном производстве запрещено списывать в счет долгов единовременную выплату на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей, которые выплачиваются по указу президента РФ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Я считаю, что этот закон можно поместить в раздел с пометкой «Заебись закон». Если он реально вступит в силу, это уже первый шаг к урегулированию аномального пиздеца в структуре судебно-исполнительного производства. Если не хочешь пропускать интересные новости, ставь лайк, бей в колокол и подписывайся. А мы летим в Хогвартс. В Питерский. Как изнутри выглядит школа «Газпрома» в Петербурге, построенная за 5 миллиардов рублей? «Газпром» — школа, оборудована персональной обсерваторией и телестудией. Оценить начинку элитного учреждения на Крестовском острове корреспонденты смогли благодаря фотографиям, попавшим в редакцию «Фонтанки» 2 сентября. На снимках запечатлен краеведческий музей, оборудованный сенсорными экранами, классами труда для девочек, бассейн с надувным единорогом, библиотека, класс робототехники. Также у школьников будет своя студия звукозаписи. На крыше здания оформлен купол обсерватории. Также в распоряжении редакции появилось школьное меню. Позавтракать в столовке можно омлетом с ветчиной за 66 рублей, пообедать салатом из свежих овощей с сыром за 34 рубля и запеченным филе лосося за 151 рубль. Для приверженцев фатсфуда предлагают мини-бургеры с говяжьей котлетой за 59 рублей или овощную мини-пиццу с соусом без шальмы за 37 рублей. Накануне «Газпром-школа» в Петербурге приняла первых учеников. С днем знаний детей поздравил лично глава «Газпрома» Алексей Миллер. Подробности праздника читайте в репортаже «Фонтанки», оттуда я эту новость и взял. В Москве у компании «Монополисты» уже есть своя школа. Новое учреждение потребовалось в связи с переездом «Газпрома» из Москвы в Петербург. Строительство объекта на 825 учащихся обошлось в 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Для сравнения, на возведение школы в Приморском районе на 1600 мест потратили 2 миллиарда рублей. Кстати, раз уж мы затронули тему образования, международная компания «Транслинк» – крупнейшее бюро переводов в Москве и по всей России, оказывает любые лингвистические услуги и справляется с переводами любого характера – синхронные, технические, устные, письменные. Кроме того, компания предлагает возможность корпоративного изучения иностранных языков по разработанной по индивидуальной программе и глоссарям. «Транслинк» работает с переводами по различным тематикам – технические, экономические, медицинские, а также маркетинговые и прочее. «Транслинк» работает по всей России и за рубежом. Представительство находится в пяти городах и трех странах. Центральный офис компании в Москве, филиалы компании расположены в Санкт-Петербурге, Киеве и Николаеве. И Женеве, Швейцария. Международная компания «Транслинк» на рынке более 18 лет занимается комплексным лингвистическим сопровождением корпораций, государственных ведомств и международных организаций. Перевели более 200 тысяч страниц и помогли свыше пяти тысячам компаний. К новостям экологии. Если 10 лет назад среднестатистический россиянин выкидывал 250 килограмм мусора в год, то сейчас более 400 килограмм. Темпы роста объемов мусора могут стать коллапсирующими, предупреждает глава РЭО, гендиректор российского экологического оператора Денис Буцаев. За последние 10 лет среднестатистический россиянин стал производить в два раза больше отходов. В два! По его мнению, это может привести к мусорному коллапсу. К мусорному коллапсу. О ситуации он рассказал на пленарной сессии выставки «Вейтстек». Сегодня каждый гражданин РФ производит 440-450 килограмм отходов в год. 10 лет тому назад объем был 250 килограммов. А если отмотать на 20 лет, то рост был не таким значительным, как за последние десятилетия. За 10 лет фактически удвоились объемы образования отходов, сообщает статистику Буцаев. Повар РЭО предупредил, ограничение роста объема отходов нужно принимать в скорейшее время. С учетом той структуры потребительской экономики, которая предусматривает в России и мире, если ничего не делать с точки зрения самоограничения, мы будем расти коллапсирующими темпами. Есть задача там, где возможно от одноразового переходить к многоразовому. И отказ от определенных видов сложно перерабатывающих товаров и упаковки, отметил он. Буцаев полагает, что изменить ситуацию может широкое внедрение механизма расширенной ответственности производителя. В соответствии с ним производители должны будут оплатить утилизацию упаковки товаров. Дискуссия с бизнесом о том, что что-то должно пропасть с полок ведется с 2015 года. Проходит десятилетие и ничего не происходит. Мы захлебнемся в свалках. Мы захлебнемся в свалках. Роб позволит запустить утилизацию по всему направлениям и фракциям, констатировал он. Понравился выпуск? Ставь лайк, бей в колокол, нажимай на подписку, чтобы не пропускать новые новости свежака. И до новых встреч!